Здравствуйте! Сегодня я покажу, как делать композицию в деревянном кашпо на оазисе. То есть, оазис можно купить в любом флористическом магазине или магазине для творчества. Для изготовления композиции нам понадобится зелень и цветы, естественно. Для этого я выбрала хризантем, розу одноголовую, розу веточную, ну и еще декоративные такие орнитогалы называются. Ну, вы можете заменить чем угодно. То есть, для этого нужно вырезать оазис по метражу на наше кашпо, замочить его в воду и потом в дальнейшем обмотать пленкой и вставить в наше изделие. Первым делом вставляется зелень. Она подрезается и забивается в пространство на оазисе. Вы можете, конечно, использовать землю вместо оазиса, но оно не будет держать влагу и не сможет давать влажность цветку, поэтому оно рассчитано на несколько часов, например. Также лучше использовать оазис, флористическая губка еще называется. А теперь, когда мы забили в нашу площадь оазис на зелень, мы добавляем цветы. То есть, расставлять их можно так, как вам понравится. Также композицию желательно прокручивать со всех сторон, чтобы вы видели, как она выглядит. Если это круглая композиция, то там нужно выставлять изначально центр композиции. Он может быть смещенный или по центру находиться. У нас композиция идет как бы не круглая, поэтому можно выставлять цветы на расстоянии или на высоте, как вам понравится. Розы, хризантемы, то есть то, что можно найти на даче. Там любые растения, они подойдут. Все, наша композиция готова. Такая композиция может простоять до двух недель, если подливать водичку раз в несколько дней между цветами в оазис. Также следует учитывать то, что если вы берете цветы, которые вырастили сами, они могут простоять меньшее количество дней, чем купленные, выведенные селекционным путем. Субтитры сделал DimaTorzok